Реальная жизнь очень похожа на РПГ. Ты появляешься никчёмным и беспомощным, прокачиваешься, и если твоя прокачка соответствует твоей реальности, то ты становишься крутым. Если же ты развивал навыки, которые оказались тебе не нужны, то ты запорол перса, и очень жаль, что нельзя взять и начать всё заново. Нет, безусловно, жизнь намного сложнее и разнообразнее любой РПГ. Да и в РПГ нас обычно ставят перед фактом. Типа, у тебя есть одно очко умений, и ты должен потратить его на силу, ловкость или магию. Реальная жизнь не настолько конкретна в своих вариациях, но любая РПГ так или иначе стремится быть похожей на реальную жизнь. Одним из этих элементов является возможность выбора, например, пресловутого развития персонажа, упомянутого выше, или квестового диалога, который, возможно, повлияет на концовку. Именно это я люблю в РПГ и крайне рад, что, казалось бы, с монолитным героем Ведьмак 3 в виде Геральта нам всё-таки дают возможность выбора в сюжетных поворотах и в стиле игры. Например, из лёгкого каноничного Ведьмака можно сделать танка, который легко будет впитывать огромное количество урона, забив на увороты и парирование. В прошлом видео мы разбирали, как максимизировать Геральту ХП, и выяснили кое-что, что поможет мне сделать идеальный билд на Ведьмака-танка. Если вы его ещё не видели, то кликайте на видео, которое видите на экране, или на ссылку в описании. Хочу только добавить, что в том видео я забыл упомянуть про сон в поместье Корва Бьянка, который также даёт нам немного дополнительного ХП. А сегодня пришло время заценить возможности сопротивления и результата, которого можно добиться при его максимизации. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Не судите строго мой голос в этом видео, я немного приболел и говорю в нос. Но это не помешает мне сегодня рассказать вам о результатах, которых мне удалось достичь при максимизации сопротивления и что в итоге из этого вышло. Начать предлагаю с простого теста на входящий урон. Голый Гераль против разбойников-бандитов в тусенте в замке Мон Кран. Стрела сносит треть ХП. Удар мечом или дубиной убивает насмерть. В защиту Геральта скажу, что эти бандиты не самые лёгкие противники и урон они наносят довольно неплохой. Но начнём повышать наше сопротивление и в отличие от прочих билдов, первым делом займёмся бронёй. Я просмотрел параметры всех топовых шмоток и пришёл к выводу, что при игре от сопротивления стоит иметь на руках несколько сетовых наборов. Во-первых, сет Медведя. Это самый универсальный сет на сопротивление, который защищает от всех основных видов атак. При этом сам сет обладает наивысший среди всех сетов сопротивлением к урону от чудовищ и равен этот параметр 80%. Змеиный же доспех может похвастаться максимальным сопротивлением к урону от магии. Если взять его керасу, ботинки и объединить штанами и перчатками Медведя, то мы получим 95% сопротивления к стихиям. Полный же сет Змеиных доспехов даёт 100% сопротивление к ядам. Кстати, существуют нагрудники, дающие сами по себе невероятную защиту от одной из составляющих. Например, я видел керасу, дающую 100% сопротивления к ядам или 100% сопротивления к кровотечению. Также есть доспехи, специализирующиеся на защите к горению. Но это всё узкоспециализированные вещи, а нам же сейчас нужно максимальное сопротивление к рубящему-колющему и дробящему урону, так как наши противники вооружены саблями, луками и дубинками. Такое сопротивление даёт нам сет турнирного тусенского рыцаря с ботинками от Медведя. И это практически по 75% каждому из типов урона. Давайте теперь проверим его в деле. На Ведьмаке кроме доспехов более ничего нет, а его сопротивление уже позволяет выдержать десяток ударов. Причём такое ощущение, что стрелы вообще перестали наносить урон. Но помимо брони есть ещё ряд навыков, мутаций, отваров и зелий, которые помогут нам собрать максимальное сопротивление. Начнём с мутации «Мутация кожи», которая снижает полученный урон на 45% при условии наличия трёх очков адреналина. Как это работает? Нам наносят урон, например, в 1000 единиц. Мутация кожи уменьшает входящий урон на 45%, то есть остаётся 550 единиц урона. И уже на 550 единиц срабатывает сопротивление, которое у нас примерно на 75%. Итого урон по нам должен составлять чуть больше 100 единиц урона. Учитывая, что дубины нам сносили за один удар более 5000 хп, могу предположить, что теперь урон по нам будет составлять примерно 600-700 единиц урона, что ещё достаточно много. При этом ни один навык, по сути, не даёт нам прямого увеличения сопротивления. Стоит отметить разве что ужас из алхимии, дающий до 25 дополнительных процентов к защите от чудовищ при нанесении правильного масла на клинок. Остальные скорее носят рекомендательный характер. Например, решительность и лезвие бритвы для сохранения и одного халявного очка адреналина в начале боя. А также повышенная сопротивляемость и приобретённая стойкость для порога передозировки и интоксикации для комфортного применения зелия и отваров. Ни среди жёлтых, ни среди синих нет ни одного навыка, который повысил бы наш порог сопротивления. Может разве что контроль метаболизма ещё взять? Мутагены, дающие силу знаков, хп или урон нам тоже пока не нужны. Остаются только зелья и отвары. Из отваров стоит применить отвар из главоглаза, который идентично мутации уменьшает входящий урон и грифона, напрямую увеличивающий сопротивление. Дополнительно отмечу отвар из полуденицы для сокращения действия разных эффектов оглушения и слепоты, отвар из чёрта, дающий полную защиту от потери равновесия, отвар из элементаля для увеличения сопротивления к эффектам яда, кровотечения, горения и отвары из успокойника, дающий отличный буст защиты от призраков. Если взять навык контроль метаболизма, то в ведьмака можно запихать аж 4 отвара. Зелья, как и навыки, не особо помогают сопротивлением, но стоит взять, возможно, лес морибора, который при применении даёт 1 очко адреналина, хотя с 4 отварами в Геральта ни один эликсир более не лезет. Пришло время потестировать эту сборку, как вы думаете, за сколько ударов Геральта будут убивать разбойники? Для начала нужно максимизировать адреналин, для того, чтобы начала действовать мутация, а потом просто стоять и ждать, пока нам не нанесут пару сотен ударов или не прибегут собачки, от которых у нас сопротивления практически нет. В целом, результат очень ожидаем. Не зря в прошлом видео мы пришли к выводу, что максимизация хп ради максимизации хп затея бесполезна, а вот сопротивление... В целом, билд на сопротивление готов. Просто забивайте пустые чеки навыками, которые вам нравятся, и в бой. Я рассказал и показал вам почти всё, но не совсем. Во-первых, мы забыли о верстаке, увеличивающем защиту. Если судить по точильному камню, то прирост брони должен составлять 10-15%. Во-вторых, мы не разобрали саму механику брони, а работает она так. У нас, например, 100 брони. Нам наносят, например, 1000 урона. Показатель брони отнимается от показателя урона. По сути, броня это то же самое, что даёт нам мутация-мутация кожи и зелье главоглаза, но только не в процентном эквиваленте. В итоге могу сказать, что как бы мы ни старались и на какие ухищрения бы мы ни шли, добиться 100% поглощения урона у нас всё равно не получится. Разбив механику на броню, снижение входящего урона и сопротивление, разработчики не дают на возможность собрать всё воедино, и определённый процент урона всегда будет наноситься. Даже сейчас тот набор навыков, брони и отваров, которые я вам показал, перенасыщен сопротивлением, и кое от чего можно отказаться. А на этом всё, ребята, видео заслужило лайка и подписки на канал. Героем сегодняшнего видео стал Максим Аксёнов, который, как и я, из Владивостока, и так же, как и я, большой любитель видеоигр в целом и GTA V в частности. Максиму большое спасибо за помощь каналу, ссылка на его профиль в описании. Если тебе скучно, одиноко и не с кем поиграть в GTA V, то считай, ты знаешь, кому обратиться. Если ты тоже хочешь помочь каналу и стать героем следующего видео, то все подробности есть в описании под видео. Напишите в комментариях, как вам билд, пробовали ли вы разогнать сопротивление до 100%, и получилось ли это у вас. А я пока пойду пилить небольшую эмоциональную подборку и новый билд, который будет частично опираться на сегодняшний тест. Увидимся в следующем видео, и на этом пока, всем пока-пока.